всем доброго дня мы сейчас едем жирновск мне нужно забрать заказ и потом мы поедем еще гость из будущего по-другому его называют гайдучок на экскурсию в жирновске а я днем узнала чернобровкина потом он немножко расскажу но может быть и если будет возможность я еще что-нибудь поснимаю костюм одела который в принципе на 9 мая планировала с мамусиком приехали очень кстати мне вот эта улочка нравится прям симпатичная тут и пожалуйста и вот домики двухэтажные все с удовольствием жила бы именно в таких вот домах это музыкальная школа рядом парк должно быть 37 вот здесь где-то где-то там подальше сейчас мы идем как раз музей культурная программа да я вам потащила она с удовольствием в огороде копалась я говорю пойдем где-то там может даже поближе к тому этому какие дома как мне здесь нравится двухэтажки вот этот райончики такие уютные вот он жирновский краеведческий музей как и дычок чернобровкин делали местные жители вот эти все поделки не дарил у нас фонус все сформированы практически из даров местных жителей вот это прялка например житель села куракина вот он делал для своей дочери вот эти предметы выкопал местный житель жирновский улин петр у нижней добринки тоже это времен великой гранаты вот даже немецкий автомат и лопатой смотрю лопата наше да это вот выкопано немецкий котелок это он не он выкопал не заставил этот предмет принадлежит чеченской войне но даже так собрали вот о всех войны каска вон более современная на те части тоже это велико здесь экспозиция посвящена память черноброва вадима александровича который все привлекал внимание ой вообще да вот это да 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 что ему помогли все про есть еще версии это потому что он в синегоре там временные туннели нашел его типа похитил а картины вот принадлежат его другу крюцкевичу василию дмитриевичу вместе с ними с ним ездил на синюю гору он рисовал это рисованные да и вот камни вот вот да вот сам картин он еще живет селе моисеева котовского района живой и он эти картины отдал нам дар музей чтобы в память о его друге мы снизили вот это мы чернобров он тоже молодой ух ты то есть это прямо он сюда приезжал да так обратите он получается как он даже жил вот это а он сам какой он как-то местные отсюда он вообще свой городского власти здесь а потом его родители сюда по работе и вот понятно то есть он поэтому медведьской глядой как-то увлекался да и многими местами он продвигал хотел сюда финансы чтобы исследование какие-то проводились то организовали группу космопоиск подряд приезжали все и говорили что он машину времени создал на основе этой машины как будто не могут нарисовал гайдучок вот расскажите гайдучок он действительно с какого-то прилетел как вот писали с девочкой с какой-то он прилетел по ошибки значит здесь оказался это действительно у нас таких документов нет в музее у нас есть что он родился а вот смотри вам подожди вот он нарисовал картины которые ну как сказать предсказывали будущее но не предсказывали например там телефон который еще не появился но нарисовал этот телефон эти картины действительно существовало нас нет нету просто говорят что часть картин сгорела часть картин была на где-то ну вот в одном месте а часть вот было арел здесь музей да принял вот весь удар был ой наводник а вот и потом еще есть такой нелицеприятный факт что когда умер гайдучок и тут решили кто и он ездил по деревням и собирал эти все предметы когда же вас начал расстраиваться сначала всего было до рабочей поселки приехали вот это что находили все ему сюда свозили и вот это что осталось уже найдено вот здесь вот скажите вот действительно с тобой с какого-то другого или нету я лично не верю много я читал про это как будто он с тобой перелетел там что делал вас правило сам остался и вот будущее он говорил там вот как вот это и вот что будет или было я хотел не записи нет его ничего болезнь здесь на у него ребенок сидел вот на почему он сидел за что на него поклёбка он работал редактором какой-то газете написано что это вот все картины какие-то писал гайдучок и вот это вот все собраны то есть раньше он знал с этим музеем то есть это все собрано в его присутствии можно пройти чуть-чуть это там а пионерий доз недавно братья не это пройти сюда потому что вот пятнадцатом году родился 23 января 1915 года тут нужно о нем почитать вот то что у нас здесь такая биография а умер когда человека пятнадцатом родился умер вот он да вот это вот он проводит экскурсии в музее вот при нем вот так выглядел музей это сцена из его спектакля он сам был рисовал картины был режиссером сочинял стихи создал музей вообще просто фотография вот его про а провода на пенсию начала в девяностых вот значит девяностых вот там вот у меня с его гопоненко фамилия есть такой нет а почему а вы погиб значит нет значит может быть он не из этого военкомата без вас не жил это он вы заслужил гринёвый жил и я знаю что он погиб даже это даже в списках живых нет я не знаю почему это предоставляли сведения военкомат а еще раз про хлеб скажите вот он с 2010 по рецептуре блокадного ленинграда по рецептуре 42 года с печеного это сколько лет с 2010 13 лет а как это почему не портится там нет ничего настоящего там трава семена все равно же должны быть плесень должна появляться обалдеть просто хлебу 13 лет куску фонарик вот этот вот у нас был помню вот это помню махорка лечу это было да у папки было и вы так курительно дальше рада жаду и лоса левая красиво натурально сделано ну да интересно в то время делали вот такие формы для украшения пряников даже скал кого-то раскатала и сделала уже узора прикольно да сейчас такие не продают ведь вот или интересный факт мы называем бить баклуши это значит ничего не делать а в старину это называлось вырезать ложку это было вот такой длинный деревянная палка мужчина приходил с поля и станком выдалбливал дело ложку когда спрашиваешь что ты делаешь баклуши 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 а у нас уже вот немецкая прялка потому что у нас здесь тоже было в районе да да это коробка конфет 1813 года вот это вот да 1813 это сейчас 10 лет правильно это да тоже вот знаменитый самовар он тоже очень старый братья баташеву фабрика у них было так отец создан но не здесь не у нас изба крестьян вот уже теперь русская прялка здесь и тоже вот интересный факт вот лавки были скамьи вот у нас здесь стоят лавки а скамья она прибивалась к стене вдоль всей избы и если вы приходите в гости вам показывать чтобы вы присели на скамью значит вас уважают а если вам показывать сядьте на лавку лавку ставили оба где то есть к вам вот так это вроде как пришел маме очень понравилось мне тоже понравилось потому что вот мы сейчас разговаривали как раз с женщины с косы не спросить как зовут вот и вот я же его участвовала в разных конкурсах от своей школы там камни мои дома у нас же где-то после тебя после школы осталась коробка с камнями и мы ее таскали таскали и на когда переезжали в дом и и выкинули вот можно было короче я занималась всякие места и в первое второе третье по оба же оба же нет ни этой безопасной жизни биология у камням по растениям по ну а там допустим давали нам какой-то камешек и мы опознавали его то есть давали ему чуть за камень то есть да и по многим у меня кстати у нее где-то грамоты сохранились есть одна одна только да они сохраняли ничем мы знаешь мам если вдруг что-то найдем вот еще такой момент вам хотела сказать но и вот и сейчас за кольцо и не до сказала и вот вот эти мы учили я участвовал в разных конкурсах но я не помню ни разу что чтобы нас вводили вот в этот краеведческий музей а там есть все и животные экспонаты животных и растений и так далее так что еще хотел сказать да если вы вдруг в своей квартире либо в квартире там в домах бабушек найдете какие-то старые предметы бытом оказывается можно и принести но вот в неважно что это спичка коробка старая коробка спичек но каких-то там времен до где написано например ценник там одна копейка либо какие-то вообще предметы быта очень старинные вы можете принять габелин какой-нибудь да все что угодно вы можете принести это в музей и все фиксируется то есть любой предмет который вы приносите вы пишите заявление а этот что прошу принять в дар вот это вот то 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 данные отправляются в москву домом и там даже на каком-то сайте можно найти слышь мам дай правильно и рассказывали это на каком-то сайте на московском то есть это все отправляется в москву это все официально фиксируется и есть какой-то сайт на котором вы можете найти какой предмет вы сдали то есть там иванова такая-то такая-то сдала в такой-то такой-то музей там ложку такого-то такого-то века то есть это все фиксируется все закрепляется официально подтверждается никто никуда ничего не утащит а мы столько всего у нас осталось сейчас хотела кстати посмотреть да то что вот этот вот этот мне очень нравится полисадничек красивые там у них красиво очень вот так что если найдете что-то у себя в домах бабушек дедушек и в своих домах то можете приносить в музее это с удовольствием примут в дар и еще плюс там ну то есть это не пропадет в чьих-то домах не не осядет в квартирах и в домах каких-то коллекционеров а это все останется в музеях и как бы вы будете таким человеком вклад в историю для будущих поколений очень красиво разождался наверное пошли там минут на 20 в итоге остались на целый час маме очень понравилось она в принципе хотела быть мам ты хотел быть археологом насколько я помню геологом геологом я бы сходила да я бы нет походила еще схожу туда просматриваю по чате или без фотографий просто так мои уже спят я вам сейчас покажу как нам спит папа нет еще хочу купили мы ездили сегодня в жирновской вам показывала приехали взяла бананы взяли банан такие печеньки юбилейные если честно вот которые на развес продаются сейчас печенье есть не могу в них что-то такого добавлено химическое непонятное и мне просто вот ну не могу есть это какой-то ванильный приторный вкус непонятный вот но зато были с очень хорошей скидкой вот такое печенье коломенская очень хороший состав без вот этого постороннего привкуса и запаха ванильного противного и они были по какой-то скидки вообще что-то вот эта упаковка 30 рублей стоила а вот эти вообще стоили 109 рублей минус ну короче по 40 рублей не были то есть это даже дешевле их было купить чем печенье на развес вот папа уже поел ему понравилось ну то есть прям такое реально классное печенье с кофе и мы забрали все что было на полках там 8 упаковок одну мы уже начали есть одно из собой домой заберу два авокадо взяли авокадо очень хорошо восстанавливает подкожно-жировую клетчатку то есть вот эти вот как сказать полезные жиры растительные они вот восстанавливают подкожно-жировую клетчатку и мне как раз нужно это ну как раз это нужно и апельсинчиков чуть-чуть взяли вот так что затарились немножечко эти еще не спелые нужно ждать пока они доспеют поспевать будет не знаю неделю наверное а эти ну можно уже есть апельсинчики мы сейчас как раз поем и голодные что-то так как и тоже папу спать уложили сейчас будет опять ванну принимать с этой с магназию хотела сказать но с бешофитом этим вот и все и байнике буду там полчаса целый ванну надо лежать и байнике тоже были хотелось не постельное белье поменять потому что он валяется вообще оба где спит на моей постели и я чуть не заправлял ее то есть не откидывал одеяло все я смотрю мне какая-то сментная то ли крошку то ли пыль какая-то например еще грязище не постели мусор когда как тоже так скажи издержки деревня